Россия всегда оказывала военную поддержку Лаосу. В наши дни российские военные чистят страну от американских авиабомб. Во время вьетнамского конфликта на жемчужину Меконга свалился град американских боеприпасов. Сегодня в джунглях полмиллиона взрывных подарков США. Всем видам войны штаты всегда предпочитали ковровые бомбардировки. Именно так англосаксонская цивилизация расправилась с немецким Дрезденом, где ничего кроме музеев и госпиталей в принципе не было. Также себя вели бравые заокеанские вояки и в Юго-Восточной Азии. За 8 лет, по словам бывшего президента США Барака Обамы, на фактически беззащитный Лаос пролился настоящий дождь из бомб. Американские летающие крепости Б-52 громили страну прицельно. Им надо было пресечь поставки оружия вьетнамским партизанам по так называемой тропе Хо Ши Мина. Но, помимо всего прочего, бомбардировщики, боявшиеся вьетнамских ПВО, предпочитали открывать бомболюки над незащищенной территорией, а потом с чистым сердцем лететь в Таиланд, где их ждали на базе Утапао с отчетом о боевых вылетах. Всего было сделано более полумиллиона полетов над страной миллиона слонов и сброшено от 1 до 2 миллионов кассетных бомб. Наиболее распространенный тип американских адских машинок тех лет БЛУ-26Б, БЛУ-36Б, БЛУ-59Б и БЛУ-63Б. Многие боевые устройства во время Второй мировой имели взрыватели замедленного действия, которые ставятся на боевой взвод при скорости вращения изделия порядка 2400 оборотов в минуту. Далее при ударе о землю должен происходить взрыв. Но в ряде случаев он так и не происходил. В результате авиабомбы, почему-то прозванные в местном народе Гуава, рассеивали ровным ковром тысячи мелких шариков веселых цветов, буквально устилавших поля леса Лаоса. Яркие, насыщенные краски привлекали маленьких детей. Нередко предметы содержали белый фосфор, прожигающий насквозь любую плоть. Но и просто от взрывов оболочки, запрещенных Женевской конвенцией кластерных бомб, пострадали около 50 тысяч человек, из которых большая часть любопытные до всего нового и необычного, несовершеннолетние. 21 тысяча из них осталось жить с тяжкими увечьями. Именно для них столица современного Лаоса в Янтьяне создан специальный реабилитационный центр. Еще и сегодня 60% провинций страны, 10 из 18 только ждут полного разминирования. Посевные площади во многих из них пустуют, так как люди боятся заниматься здесь сельским хозяйством. Американцы так и не ответили за страшный ущерб, нанесенный Лаосу. Правда, Обама заявил о переводе аж 90 миллионов долларов для помощи пострадавшим. А вот Россия в конце 2018 года прислалась до саперов, работающих в районе Кхамкет, провинции Бали-Кхамсай. Россияне уже разминировали около 100 гектаров площадей и продолжили гуманитарную миссию до марта текущего 2019 года. Многие из наших военнослужащих приняли ранее свое боевое крещение в Сирии. Например, они участвовали в очистке от боеприпасов развалин Древней Пальмиры. Лаосы безмерно благодарны им, а также Китаю и Вьетнаму, оказывающим посильную помощь людям, умирающим несколько десятилетий подряд от американских мин, таящихся в земле страны миллиона слонов.